Сложно, но делать нечего, будем звонить, потому что у меня нет вообще никаких идей. Звонок другу. Давайте, мы берем подсказку, звонок другу. Кому звоним? Звоним нашему другу Максиму. Мы звоним Максиму. А кто это Максим? Замечательный, прекрасный человек, артист. Это его знаешь, Максим Галкин. Да, более того, надо сказать, что Максим меня в такое же положение, как я сегодня вынужден Игоря ставить, он меня тоже ставил, вот в этом-то самом кресле, лет 5-6 назад. Да, да, я такого человека знаю хорошо, конечно. Алло, Максим? Да. Приветик, Дебро, моя фамилия? Дима, привет. Приветик. Макс, все-таки вот видишь, все, что делаешь с людям, потом тебе выходит боком. Вот так же ты, как ты меня вот здесь мучил, сейчас я вынужден вот мучить Игоря Николаева, наш остовой друг. Слушай, как я теперь тебя понимаю, какое все-таки испытание для человеколюбия эта работа? Слушай, но там Игорь, наверное, с красивой девушкой, со своей женой. Ой, какая она красивая, Макс. Ты тоже у меня был с казачкой. Да, правда, правда. Ну, послушай, я должен тебе сказать, что сейчас непростая ситуация. Люди должны дойти до несгораемой суммы, но нет, чтобы попросить тебя подсказать из области французской литературы, которую ты знаешь прекрасно. Так нет, сейчас будет очень сложная область. А что, химия? Астрофизика. Нет, нет, ну, ребят, давайте попробуем все-таки как-то выйти. Ну, действительно, сложная штука, товарищи, давайте посмотрим, что получится. Дорогие друзья, у вас 30 секунд. Скажи, да. Макс, привет. Говори, вопрос. Внедрением какого новшества в хоккее отметился в 60-х годах вратарь НХЛ Жак Плант? Широкой клюшки, ловушки, вратарьских щитков или маски? 60-е годы. Да, это, да? НХЛ. Клюшка, ловушка, щитки и маска. Ну, это твое же, Макс. 7, 6, 5, 4. Маска. 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 Говори, Макс. Говори, Макс. Так, слушайте, я уже за друга волнуюсь. И не только за ЕГЭ, но и уже за Максима тоже. Так, маска. Да. Послушай, у меня почему-то сейчас вспомнился мультик вот этот «Шайбу-Шайбу». Ты помнишь? Да. Замечательного режиссёра Днёшкина. Да. И вот эти хоккеисты, которые носились, которые, когда я был во втором-третьем классе, я их рисовал в тетрадке. Ты тоже, наверное, этим рисовал? Конечно, конечно. Причём нехороших я рисовал, а плохих вот с этих нос-корножками. С носом, да. И с маской. И с маской. И ещё голова круглая. И голова круглая. И всё-таки там были маски. Были. Но на вратарях, да, на вратаре были, но и, конечно, была маска, он ещё так оттягивал, там шлёпал. Да, вот эта прекрасная мизансцена. Мизансцена, да. Это перед глазами. Я склонен верить Максу. Ну, будете подначивать друг друга, когда будете встречаться на каких-нибудь творческих. Раутах. Так. Ну что, берём право на ошибку или нет? Надо брать, на самом деле. Давай, возьмём. Возьмём право на ошибку. Право на ошибку наши игроки берут такую подсказку. Итак, первый вариант. Первый вариант маски. Маска, да. Вот теперь вы видите, что Максим Галкин получил возможность подначивать наших прекрасных супругов на творческих раутах. Прямо так и вижу, как мягко, но с подсмыслом Максим уже готов и имеет право говорить, ну что ж, ты мне не поверил. Это правильный ответ. Д. Маска. Спасибо, Макс. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Спасибо.